Компания Хаб Автотранс ДВ в Крае стала первым рекоператором по обращению с ТКО. Два с половиной года они налаживали систему сбора, транспортировки и переработки отходов в Хабаровске и районе имени Лозо. Однако в этом году компании отказали в банковской гарантии. Она позволяет не останавливать работу по вывозу мусора в случае, даже если рекоператор не сможет оплачивать услуги своих перевозчиков. По закону, Краевой Минсельхоз должен сейчас найти новую компанию. Объявлен конкурс, заявки принимаются до конца октября. И уже есть претенденты среди местных предприятий. Я знаю, что заявку готовит краевая компания, ну не краевая, хабаровская. Мы ограничиваем возможность входа компаний, которые финансово несостоятельны. Поэтому закон нам дает возможность обеспечения заявки сделать 1% от валовой выручки. А это порядка 150 миллионов рублей. Нового рекоператора определят в первой половине ноября. После этого победитель должен объявить конкурс среди перевозчиков. Дарри Тюрин подтвердил, что те организации, которые сегодня работают с Хаб Автотранс ДВ и уже выстроили логистику по вывозу мусора в регионе, планируют участвовать в конкурсе. Будут сохранены коллективы компаний и техника, задействованная в уборке мусора. Как работала она, так и работать будет. Мы встречались с руководителями этих предприятий. Они ждут, когда у нас плавно произойдет смена рекоператора и выйдут на конкурс по перевозке. Этот конкурс состоится в ноябре месяце, в конце ноября. Поэтому никаких изменений с точки зрения состава техники, водителей, людей, которые принимают решения по выпуску техники на улице, ничего не произойдет. Все как возили, так и будут возить. Смена рекоператора не повлечет за собой мусорный коллапс. Краевые власти будут держать на контроле своевременную уборку отходов и для жителей региона. Этот процесс пройдет максимально безболезненно. Что касается тарифа окончательного для населения, опять здесь никакого скачка, рывка не будет абсолютно. У нас есть предельный тариф, который мы защищаем от любых скачков населения. Значит, 5,45, как он был, так он останется. Поэтому ничего не изменится для населения с переменой регионального оператора. Марина Рожко, Дмитрий Щепин, Смотри Хабаровск.